Да, российско-абхазские, да, наши герои, интеллигенция, молодежь, все общество ответило не апартаментом, да. И президент опять возвращает этот вопрос в ущерб, да, российско-абхазским отношениям. То я хочу вам сказать, что вот, например, вот такие события, они же не улучшают отношения России и Абхазии, да, вот так подавать, да. Не укрепляют доверие. То есть это его линия, которую он ввел, он сейчас это хочет подкрепить именно тем, чтобы еще раз, да, доверие подорвать, я уже об этом говорил, тем самым, что вот есть какие-то силы, оппозиция, которые вот противостоят российским интересам, да. Это же неправда, это ложь, и здесь президент является сам таким, так скажем, инициатором антироссийских настроений. Но абхазский народ, я вот могу сказать, как прореагировал, очень правильно прореагировал. Никакого такого, знаете, вот, что вот Россия в чем-то виновата, вот в нашей, я вот в среде это чувствую. То есть никто на его провокацию, это очередная провокацию, не поддался. Вот так я бы сказал. Я бы хотел добавить пару слов. Вот были оппозиционные силы к нему результату, мы говорили, и что нам надо вернуться. В очередной раз с виновным усилением. И я убежден, что не получится. Мы примерно понимаем, что дальше будет делать исполненная власть. Попытка еще раз, наверное, еще под другим третьим углом принять закон об апартаментах, привязать это или другой какой-то закон, но, скорее всего, очень похожий на закон об апартаментах. Потому что, судя по всему, это такой судьбоносный вопрос для абхазского руководства. Подписывайтесь на Хабар, смотрите наши эфиры, ставьте лайки, комментируйте, делитесь нашими видео. Спасибо за беседу.